Приветствую вас, мои дорогие львы! Давайте вместе с вами посмотрим, что вас ожидает на август месяц, на начало месяца, на середине и на конец месяца. И, конечно, в конце месяца мы возьмем карта совета для вас, что вам высшие силы подсказывает. Если вы готовы, давайте вместе с вами начнем наш расклад. И что вам высшие силы подсказывает на начало месяца? И что-то вот, какое-то разрушение у вас происходит? Но сейчас мы посмотрим, что касается. Первая карта для вас, мои дорогие, львы — карта умеренности. И карта умеренности показывает самоконтроль, контроль, который вы должны сами контролировать. Здесь, если касается чего-то, то, что вы как бы... Ваше внутреннее состояние, вы как будто, знаете, медленно, но вы контролируете ситуацию, вы контролируете, может быть, даже ваших эмоций, ваших состояний, то, что происходит. Вы как будто, знаете, это контроль. Контроль вы как бы... Следующая карта, мои дорогие львы, для вас выходит карта волшебника. А вот карта волшебника показывает чего? То, что вы уже знаете, чего как бы хотите. Вы мастер свое дело. Вы знаете, чем бы вы не занимались, чем бы вы, как бы, никакая тема бы не касалась, вы как будто уже знаете, чего хотите. Поэтому карта умеренности показывает, что у вас есть самоконтроль. Вот на начало месяца уже как будто здесь может показать еще, вы контролируете каких-то действий, если вот вам сделать. Но вы знаете, как бы, чего это вы хотите. Следующая карта, мои дорогие львы, Паш Пентакли. Паш Пентакли показывает то, что вы обдумываете. Хотя на данный момент у вас, знаете, может быть, ну, чего-то в жизни есть уже, но как будто ваше бездействие, знаете, как будто вот вы контролируете ситуацию, как бы вы хотели, вот, чтобы какие-то действия. Но пока вы стоите на одном месте, пока вы не двигаетесь, хотя вы знаете, чего вы хотите. Следующая карта для вас — это на начало месяца. И на начало месяца выходит карта «Десятка мечей». А «Десятка мечей» что показывает? То, что вы уже, у вас какие-то, ну, какое-то осознание уже приходит. Уже как будто уже на начало месяца у вас какое-то осознание есть уже, уже то, что вы как бы не должны спешить, даже то, что вы можете какие-то действия сделать, но пока как будто вы, ну, обдумываете. Ну, стоит вот пока вот, ну, на данный момент так вот, ну, сделать. Следующая карта для вас, мои дорогие, на начало месяца. А почему? А, здесь почему вас показывает бездействие? Потому что у вас как будто, может быть, приходит осознание, что у вас какая-то привязка есть. Как будто вы привязаны к месту, где сейчас находитесь. У вас как будто вы, даже может быть, привязка, почему даже здесь может быть, что вы контролируете, вы бы хотели какие-то действия сделать, но пока вы не можете это самое, потому что здесь еще может быть для кого-то, еще не пришло осознание, что вы как будто боитесь чего-то менять. хотя у вас, ну, идет вот это состояние, что вы осознаете, что вы не можете какие-то, знаете, действия делать. Но здесь еще пока что, может быть, для кого-то будет в будущем, вот это не в августе месяц, как будто как будет какой-то выбор. Вам придется сделать какой-то выбор, но не здесь и не сейчас, как это не в августе. Следующая карта для вас, мои дорогие, это карта отшельника. Карта отшельника показывает то, что вы будете искать, вот поэтому контроль у вас и идет, потому что вы будете искать чего-то нового для вас, вы как будто захотите чего-то вот сделать. И вот это показывает то, что это не будет сейчас, не в августе месяце, а как будто у вас придет вот это время, когда вы будете, как будто у вас осознание идет, что вы как будто должны искать чего-то, вы должны вот чего-то новое попробовать. Следующая карта на середине месяца, это у нас туз-купка. А туз-купка показывает то, что вы уже на середине, как будто здесь даже, может быть, вы понимаете, что вы должны как бы сделать чего-то, Вы должны уже наполниться вашей энергией, даже то, что касается новых чувств, новых эмоций. Но как будто вы привязаны и ищете какой-то выход, ищете чего-то нового. Следующая карта для вас, мои дорогие львы, это карта семерка копка. А семерка копка почему показывает то, что вы бездействие? Потому что вы живете в ваших фантазиях, в ваших фантазиях, которые вообще не действительны, которые вообще не происходят в реальной жизни. А живете в вашем мире. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середине месяца, это король копка. Король копка что показывает? Для кого-то это самое, вот почему показывает то, что вы внутренне, именно эмоционально вы живете в фантазии. Именно как будто вы не можете, может быть даже у вас как будто не приходит это осознание, что это не правда, что это не действительно, а просто ваши фантазии, которые вы хотите, чтобы это было. Следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие львы, королева жезла. А здесь вот что может касаться? Здесь может касаться тема какой-то женщины, которой вы привязаны, к которой вы, может даже у вас есть чувства, эмоции. Вы бы хотели быть с ней, с этой женщиной, но вы как будто ищете чего-то нового. Здесь может еще что касаться, что вы привязаны и не может быть с этой женщиной. Или даже женщина, когда даже касается какой-то, если здесь какие-то рабочие моменты, она как будто привязана на том месте, где она сейчас находится. Следующая карта, мы посмотрим на конец месяца, это карта звезды. Карта звезды что показывает? Вот вы уже на середине ищете чего-то нового для вас, и вы уже начинаете ставить цель. А пока не ставите цель, у вас нету какие-то действия, какие-то возможности. Вот в конец уже вы начинаете цели ставить. Следующая карта на конец месяца, это император. Здесь для мужчины может показать, что вы должны уже в конец августа, львы мои дорогие, как будто ваша строгость чуть-чуть, вы как будто, знаете, чуть-чуть, ну, показать то, что вы как мужчина должны сделать. Или что-то, ну, ваша вот именно вот эта строгость, вот то, что, ну, ваша уверенность вот такое вот. А для женщины может быть это такое, что может быть в конец месяца, вот она как будто вот может быть какая-то встреча, вот это может быть так, ну, она так может быть на расстоянии вот с каким-то мужчином. Да, вот даже карта расстояния у меня подтверждает то, что вот как будто вы будете встречаться вот где-то вот на расстоянии. Следующая карта у нас на конец месяца, и это пятёрка мечей. Пятёрка мечей почему показывает? Как будто вы должны убрать чего-то, ваши страхи. Вот здесь как будто, знаете, в прошлом чего-то у вас было, и вы тянете за собой, вы тянете за вот это. Но у вас конец уже показывает, что вы должны убирать вот это всё из вас. Следующая карта для вас, мои дорогие, это карта шестёрка. Я даже не могу сказать, потому что моя карта, то, что мне приходит, подтверждает. То, что прошлое, воспоминания. Может быть для кого-то, даже если касается вот как будто прошлое, 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 вот что-то выходит вот такое вот, вы как будто, знаете, боитесь чего-то. Вот если касается для мужчины, здесь мужчина показывает, что он должен быть как будто чуть-чуть строже для того, чтобы убрал вот эти его страхи. То, что было в прошлом, может быть тянуться вот в будущем. Нет, а для женщины может быть то, что вот здесь, может быть то, что я могу так, это самое, может появиться какой-то мужчина из прошлого. И следующая карта, мы возьмём карта совета, что для вас высшие силы подсказывают, и карта колесо фортуны. И не переживайте, в конце у вас ваша удача на вашей стороне. Колесо фортуны, фортуна на вашем стороне. Высшие силы как бы даёт то, что, ну, фортуна была у вас. Мои дорогие, для кого нужна помощь личная, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.